Еще в 70-е годы итальянская полиция, когда боролась с итальянской мафией, столкнулась с таким интересным моментом. Сами итальянские мафиози были благообразные дедушки, которые вели приличный образ жизни, однако они отдавали устные команды, которые в итоге вели к убийствам людей, к рэкету, к предоставлению бизнеса. И эти бизнесы вешали на какие-то компании, на каких-то там дворников, садовников и так далее. Тогда итальянская полиция предложила принять закон в Италии в 70-х годах, потому что если есть какое-то лицо, которое, возможно, закон никогда не нарушало, никого не грабило, не помогало, но при этом у него есть какая-то собственность или же счета в банках, которые он не может объяснить, в таком случае этот человек должен суду объяснить, откуда у него происхождение имущества. Если он не может этого объяснить, в таком случае суд принимает решение конфисковать это в доход государства. Почему это было сделано? Потому что в Италии понимали, что результат работы мафии – это материальные доходы наживок, потому что мафиози не просто так ракетировали, выбивали людей для того, чтобы получать материальный доход. Что происходит у нас в Украине? У нас вообще признано, что Янукович и его окружение просто создали мафиозную группировку, вытаскивающую деньги со всей страны. Это была цель их работы. Они зачастую свои деньги выводили в разного рода офшорные компании, вешали их на разного рода подставных лиц, фунтов. На сегодняшний момент на счетах в Сберегательном банке Украины арестовано порядка полутора миллиардов долларов США в различного рода облигациях. Эти деньги не принадлежат именно Януковичу, не принадлежат именно Арбузову или Клименко. Они зарегистрированы целый ряд офшорных компаний, зарегистрированы в всяких там Панамах, Кипрах и так далее. Задача государства на сегодняшний момент – доказать, что директор этой офшорной компании когда-то кого-то обманул. Это крайне невероятно. Но если мы примем закон, о котором говорил Александр Турчинов и с автором, которым я являюсь, то мы поприедуем от директоров этих компаний прийти в Украинский суд и разъяснить, где он взял 100 миллионов долларов в 2012 году, и почему он вдруг, находясь в Панаме, вдруг решил воспылать любовью к Украине и купить государственные облигации на 100 миллионов долларов. В таком случае, если этот человек объяснит, что это был кредит на Дочебанка, или это были деньги каких-то известных акционеров, не вопрос, пусть он работает дальше. А если окажется, что эти деньги внес господин Клименко или Арбузов, или какие-то другие темные махинации, в таком случае суд в соответствии с законом примет решение конфискации этих союзий. Для тех людей, которые, не зная законодательства Европейского Союза, извините, ляпают своим языком по всем телеканалам, что это будет незаконно, я им очень рекомендую обратиться ко мне. Я им разъясню, покажу решение Европейского суда, в том числе по Грузии, в которой такой закон был принят в 2004 году, и по которому есть известное дело, по бывшему министру внутреннего дела Джарии, которому задали вопрос, откуда у тебя за 10 лет при зарплате 1000 долларов, 3 дома, 5 машин, он это объяснить не смог, у него все изъяли. Он обратился в Европейский суд и проиграл все дела, и его имущество пришло в доход Грузинской республики. Этот закон нужен для того, чтобы раз и навсегда отбить желание у чиновников, приходить во власть, рабить страну, а потом вешать это все на третьих лиц. Продолжение следует...